Сентябрьское повышение заработной платы ожидает не только учителей, но и педагогов в детских садах, а также медиков, работающих в сфере образования. Об этом сегодня на встрече с журналистами рассказали депутаты Волгоградской областной думы. Увеличение жалования по словам парламентариев – это одно из направлений проектов по модернизации образования и здравоохранения. Сюда также входит переоснащение учреждений, улучшение качества услуг и повышение престижа профессии учителя и врача. Продолжит Мария Иванченко. В очереди на посещение детских садов сегодня в области стоит более 23 тысяч малышей, проблема решить которую в короткие сроки невозможно. Увеличить количество садов до конца нынешнего года планируется в Волгограде, Волжском, а в сельских районах новые группы создаются на базе уже действующих школ. Вот только работать в детских учреждениях некому. Молодежь не идет, воспитатели из-за нищенского жалования. Зарплата педагогов дошкольного образования составляет около 6 тысяч рублей. С 1 сентября ситуация должна измениться, обещают депутаты областной думы. Мы увеличиваем из регионального бюджета на 30% заработную плату с 1 сентября дошкольных образовательных учреждений. Всем педработникам, то есть это воспитатели, логопеды, методисты, заведующие, всему техническому персоналу на 20% повышается зарплата из муниципальных бюджетов. У нас уже есть на то соответствующие соглашения с муниципалитетами. С сентября на 20% увеличится и жалование работников государственных заведений образования. Это касается сотрудников коллекционных и кадетских школ, оздоровительных учреждений санитарного типа. По заверению Ирины Гусевой, наполовину будет увеличен оклад медикам, работающим в школах и детских садах. То, что сегодня дефицит кадров не только в образовании, но и в здравоохранении, ни для кого не секрет. Многие фельдшеры, рассказывает Татьяна Цибизова, проработали в больницах по 40 лет. Можно бы и на пенсию, да только кто придет им на смену. Для поднятия престижа профессии есть предложение вернуть медикам особый государственный статус. Родилась такая, в общем-то, идея вернуть особый государственный статус. Почему мы об этом говорим? Врачи военно обязаны. И они работают и ночами, и в праздники. И когда возникает какая-то экстремальная ситуация, и когда землетрясение, и когда наводнение, врач не может себе позволить сказать, что вы меня извините, у меня нынче выходной. Эту идею, по словам Татьяны Цибизовой, депутатам на выездной встрече озвучили селяне. К слову, практику личного знакомства с проблемами социальной сферы, здравоохранения, образования, региональные парламентарии считают очень действенной. Предложения, собранные в ходе поезда к районам, депутаты обсудят с началом осенней сессии. Именно они лягут в программу бюджетного планирования и дальнейшего развития региона. Мария Иванченко, Александр Шишин, телекомпания Ахтуба.